О том, как в дом пришла большая вода, Антонина Додорова сегодня вспоминает уже без лишних эмоций. В то утро она с братом была в соседней пристройке. Там же потом ждали, пока стихия отступит. В дом удалось попасть лишь спустя несколько часов, рассказывает женщина. Насквозь промокшая мебель, отклеенные обои и испорченный линолеум. Вернуть уют и полностью закончить ремонт пока невозможно. Даже спустя месяц стены в комнатах ещё остаются сырыми. Сейчас я сушу, проветриваю, газ всё время горит, окна открыты. Таких соседей по несчастью у Антонины почти вся улица. Прошлой осенью в хутор Садки вода пришла почти в 260 домов. Ещё полсотни оказались подтопленными в самом районном центре, Приморско-Ахтарске. Тогда каждому пострадавшему из краевой казны выплатили материальную помощь по 50 тысяч рублей. А почти два десятка семей получили новое жильё. В начале зимы стихия вновь нанесла удар. В зоне подтопления оказались 34 дома. Самый первый вопрос во время встречи с главой района Александр Ткачёв задаёт о жителях, чьи дома повредила вода. Валерий Спичко заверил, что все необходимые компенсации по второму наводнению выплатят уже в ближайшее время. Как проходит зимний сезон на берегу Азовского моря, Риманов, конечно. Там особые условия, мы это прекрасно понимаем. Но тем не менее, меня беспокоит, интересует, как люди сегодня, те, кто попали под осенние наводнения, где они размещены, те, кто не въехал в свои дома. В настоящее время все находятся, в общем-то, нет у нас таких, которые бы нуждались в проживании дополнительно. Функционирует школа, детский садик, жизнь нормализована. Буквально уже в преддверии Нового года каждый уже находился в себе дома. Мы максимально оказали помощь, в том числе были нуждающие там, кто с дровами, кто с углём, в зоне подтопления они были при виде неугодности. Мы оказали такую помощь. На сегодняшний день ситуация стабильна. Те поручения, которые вы мне ранее давали, мы над ними работаем. Одним из таких поручений стала большая реконструкция первой школы в Приморско-Ахтарске. Старое здание не так давно отметило свой 100-летний юбилей и сегодня нуждается в капитальном ремонте. По словам главы района, готова уже вся проектная документация. После реконструкции за партой здесь сядут почти 350 детей. Интересуется Ткачёв и как идёт ликвидация очередей в детские сады. Как ситуация по детским садам? Мы в программе активно участвовали. Буквально уже в четвёртом квартале два дополнительных детских садика на 20 мест. В станице Тамаровской люди ждали очень долго. И в станице Приазовская. Мы реализовали, благодарю вас, дополнительно 40 детей. 140 в этом году. Мы идём по плану, по графику? По графику, причём немножко пытаюсь с опережением. Новые группы уже обставлены мебель и в скором времени на пустых полках появятся игрушки. Остались лишь последние штрихи, говорит глава района. Открытие детских садов – событие для станичников без преувеличения. Одно из самых долгожданных. Наконец-то эта проблема решилась. Наконец-то наши мамочки обрадуются, что у нас открылся шикарный детский сад. С таким же нетерпением ждут в некоторых станицах и хуторах Приморско-Ахтарского района голубое топливо. А дров и угля уже совсем скоро откажутся в Степной. Сегодня к станице уже подведён газопровод, докладывает губернатору Валерий Спичко. Реализация всех этих планов позволит открыть новые перспективы, считает Александр Ткачёв. А значит, у Приморско-Ахтарска будут все шансы стать не только одним из самых привлекательных курортов, но и самым удобным районом для работы и жизни. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24.